В Челеменском приюте диких животных и птиц прошел новогодний утренник фонд «Спаси меня!» подготовил необычный квест для юных южноуральцев и их родителей. Все подробности в сюжете Ирины Кабановой. Ну я подметаю все, подметаю, чтобы все чисто было, чтобы все красиво было. А вот здесь все бросают и бросают. Кто разбросал? Возмущению сестры Айболита нет предела. Варвара тщательно следит за чистотой в приюте «Спаси меня!». От вида разбросанных сапог в девушке просыпается зверь. Но добрый доктор Айболит усмиряет сестрицу. Карен Далакян предлагает ребятам найти хозяина обуви. В Челеменском приюте диких животных и птиц начинается новогодний квест. Кто расскажет, чей сапог? Лисы самые озорные в приюте, поэтому первая точка квеста рядом с их вольером. Карен Далакян устраивает допрос хитрым животным. Чья обувь, спрашивает одну, другую, увы, никто не сознается. Что любила лиса Алиса и сказка? Деньги. Что? Деньги она любила. Теперь ребятам надо найти пять монет. Подсказка о червонце появляется там, где пройдут антилопы. Все как в доброй сказке «Серебряная копытца». Родители ставят квесту твердую пятерку. Мне очень понравилось. Я рада, что у нас есть такое замечательное место и прививает любовь детей к животным, что их нужно защищать, что их нужно оберегать и, в общем, не допускать, чтобы от рук человека погибли животные. Вот так весело и с пользой ребята провожают старый год. А пока они танцуют хоровод с Дедом Морозом и антилопой, Карен Айболит приносит виновника торжества. Тот, кто потерял сапоги, кролик. Приближается, наверное, какое-то волшебство, добро приходит в дома. И надеюсь, что в этом году, в наступающем, будет все хорошо во всех семьях, потому что зайчик нежненький такой, добрый зверек. Предновогодний праздник в приюте Карена Далакяна проходит уже шестой год подряд. Всех мы приглашаем подготовленные. Дети должны вспоминать старые добрые сказки. Потому что наши животные выполняют роль из этих сказок. Новый год – это времена чудес. Поэтому все это должно быть под маской всяких сказок. В этом году праздник в приюте «Спаси меня» пройдет еще 4, 5 и 6 января. Прийти может каждый. Нужно лишь заранее позвонить по телефону, который вы видите на экране. Ирина Кабанова, Рамиль Газеев, ОТВ.